Счастья, Курада, Чифер, Сладость, дорогие хиканы, я заранее прошу прощения, я весь потный, грязный, как свинья, и мы сегодня тусуем в школе, где первые три класса отмотал хикан. Эта школа заброшенная, она была еще закрыта при Януковиче, в общем, смотрите сами, у нас сегодня в гостях вот и Александра, и Анастасия, и ЕОК, есть один кун Максим, вот, да, наконец-то, Диванон, Ткавля, Ткавля, Диванон, шутка, вот, и мы будем с вами тусить по колесам. Дором, как приличные люди говорят, вот хиканы фойе, тут собирали, вот, представьте, сколько здесь, здесь, да, да, вот, саундтрек, сколько здесь людей, мы собирались тут, как каре перед, ну, как декабристы, мы стояли тут, тут проводили всякие мероприятия, на самом деле, они еще летом проводились, вон там, вон там, ну, тут не видно, в общем, представьте, дорогие друзья, что мы снимаем клип у Ан Металлики, идем дальше, тут уже никого нет, уже давным-давно, школа закрыта уже, наверное, лет 8 или 9, а, вот тут сидела директриса, и у директрисы была смешная фамилия, ну, как называют, ладно, не буду, не буду палить, мало ли, вот, ну, у них, у нее была фамилия, связанная с женскими половыми органами, вот, да, не-не-не, не так, не так, Александр. Нет, ну, я знаю бабу с фамилией Вагина, и на самом деле, Вагина, вот, дорогие друзья, а я сейчас покажу, где, где Хикан учился, собственно, первые три класса, видите, тут вот, Александр, что изображено на этом, на этом панно, или как это назвать? Так вот, в сапогах, получается, лисичка-сестричка, санчика-побегайчик, и медведь Михаила Потапащик, я не понимаю, это все в школу, это, я не знаю, это столовка или что? Нет, это был кабинет, это начальная школа, вот, смотри, вот тут написано четвертый класс, но когда учился, не было четвертого класса, короче, я учился вот в этом кабинете номер девять, вот, и мы, я не знаю, это был такой дикий харассмент, у нас была одноклассница, уже в третьем классе у нее начинались проявляться формы, и вот мы ее в этом углу зажимали, и, короче, ну, дико харассили, если что, я это, я это осуждаю, и, сейчас, и... Да, я этим и занимался, да, Елена, я раскаиваюсь и приношу свои извинения, надеюсь, ты не стала сумасшедшей, как я, вот, я покаялся, так я вот, я тут не был, ребята, я тут не был, с 90 какого-то бородатого, 20 лет, 20 лет, 20 лет, им, вот, ей нет 20 лет, ему нет 20 лет, и тебе нет 20 лет, то есть у меня не было тут больше, чем вам лет, то есть есть 7-18, правильно? Да, все, отлично, короче, дорогие друзья, вот волнительный, волнительный эпизод моей жизни, я 20 лет захожу в свой класс заброшенной школы, где меня уже нет и никого уже нет, дорогие друзья, ну, что тут написано, вот, нихуя, короче, вот, Хикан заходит, заходит, заходите, дамы и господа, да, да, вот оно, вот оно, дорогие друзья, вот, ну, я как, был немножко повыше, чем свои одноклассники, я вот сидел тут в конце на ослячьих партах, на задних рядах, да, вот, чувствуется, чувствуется дух, тут Хикан получал первые дозы разумизма, конечно, у нас была хорошая, классная руководительница, тут происходили всякие дьявольские вещи, о которых мне стыдно говорить, но был бы Денчик, я бы, безусловно, это сказал, а смотрите, окна, окна, ну, похоже, или их разбили, или взрывной волной просто, мне кажется, их просто поразбивали, вот, их просто поразбивали, всякие дикие вандалы, например, ну, видишь, все совковое, все старое, но, тем не менее, тут было тепло и уютно, и... Да, до сих пор остались, вот, есть стены, ну-ка, там высоко их спиздить просто сложно, и они нахуй никому не нужны, да, так что, дорогие друзья, я испытываю невероятные ощущения, вот, давайте дальше, пойдем, что изображено на этой картинке? Иван Целинский, гитлерная лягушка. Да, вот тут постоянно стояли дежурные, и они, ну, вот с этими, я не знаю, у вас в школе такое было, или нет? У нас с повязками, с этими гитлеровскими, блядь, красными. Да-да-да, они постоянно меня тормозили, потому что... Да, это был мужской туалет. Идемте. Ты была, говорит, в мужском толкане? Вот, это, видишь, так, самая смекалочка. Смекалочка. Да, все как, ну, ничего не изменилось, естественно. Не работает, видите, дорогие друзья, написано, не работает. Все, как было и 20 лет назад, все то же самое, вот, ничего не изменилось. Тут, короче, дорогие друзья, вот мы с Денисом писали, ну, допустим, такой-то человек лох, ну, было просто популярно это слово под батареями, не знаю, зачем мне это было, и тут писали, да. Потом у нас классная руководитель. А давайте сюда зайдем, вот тут была библиотека. А, нет-нет-нет, стоп-стоп-стоп. Нет-нет, вот тут была, это продленка, это была продленка, да-да-да-да-да-да. Дорогие друзья, сейчас, а библиотека, вот она, куда вы заходите. Сейчас. Да, это была крохотная библиотека. Ну, тут лист шифера, вон, если хочешь, Александр, бери на горб, как черепа, крышу. Никому не надо лист шифера, вот. Слава не думая, а твой какая-то. Да, тут была крохотная библиотека. Да, да, ничего не поделать, дорогие друзья. Идемте, мы еще не первый этаж, не полностью прошли, мы только... Выход, там написано «выход», да, ну, просто не видно. А я не заметила, ну, извините, с высоты своего роста, да. Рост, вкусно, хочу. Да, и вон тоже написано «выход». Так, сейчас. Примечения для полосывания, вот эти видео с постережью. Тут, видишь, еще когда-то видео с постережью не велось. Ну, это выборы, выборы тут когда-то были. Так, вот, смотри, вот тут, Леворыч, тут была столовая. Сейчас, давайте повернем, попробуем. Я тут, честно, я ни разу тут не был. Не-не-не, вот это, я так понимаю, это было... Выдавали, это столовая. Да-да-да-да-да-да. И тут, смотри, вот в это окно, вот в это окно, ну, просто выдавали там... Дайте мне такую вот хуйню. Только смотри, чтобы тебя... Ну, их не видно, их не видно. Короче, подожди. Вот тут, видишь, вот стоят остатки коммуникаций. Ну, газ, наверное, много. Так, а вот там... А это была именно столовая или буфет сюда привезли? Готовили, готовили. А вот, подожди, стой, может быть, там что-то есть? Я просто очкошник, но... Не, 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 не. Я вижу, да. Не, не страшно. Сейчас, короче, а ну, подожди, мне просто интересно, что там сейчас. Сейчас, дорогие друзья. Не-не, там просто, тут просто чулан. Тут просто чулан. А, вы, по-моему, готовили? Да, да, готовили, тут большие вот эти бадди стояли и прочее. Так, аккуратно, аккуратно. Точно, точно, точно. Вот это... Смотри, дорожи хлебом и прочее, прочее. Точно, вот видите, там, что нарисовано, написано, художники, они же пишут. Комбайны, поля, поля, видишь, они как бы хлеб убирают. Ну, я не знаю, видно, не видно? Вот. А ты еще? Саша пошла в у нас. Столочный. Что, кашку, супчик? Пермишелевый. Вот тут как раз стояли столы, ты поел вот здесь, вот здесь столы стояли те, кто ел, ну, мы, допустим, тут едим, и тут ты посуду, посуду ставишь, вот. Тут стояла подруга, она эту посуду убирала. Вот. Ну, на самом деле, это было, ну, это такая, ностальгические такие воспоминания. Вот тут все сидели, тусили, ели. А, еще. Короче, как мы с Денисом обманывали мою мамку. Ну, значит, в 97-м году, по-моему, питание на неделю стоило 2 гривны 50 копеек. Ну, там трэшем кормили, конечно, но тем не менее. Вот. И мы с Денисом эти деньги в понедельник, мы в понедельник шли в магазин, их проедали, покупали мороженое-пирожное, а всю неделю я не жрал. И мамке говорил, что, ну, я, да, я ем, а мы просто с Денисом проебывали эти деньги. Денис это может подтвердить, и, ну, короче, это плохо, на самом деле. Вот. Идемте, идемте чуть-чуть дальше, чуть-чуть дальше. С рецептмурочками. Аккуратно. Аккуратно. Так. Сейчас. Запрасы пресной воды не бесконечны. Точно, точно, я помню. Ну, вот, боремся с утечкой пресной воды. Вот. Тут был, по-моему, кабинет физики. О, хуя, висит доска даже. Давайте распишем. Сейчас. Да, это был кабинет физики. Да, 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 видишь, что тут всякие, как они называются-то? Вот ракета, видишь, Илон Маск, как тебе такое? Ну, смотрите, смотрите. Зерновка пшеницы. Что там, что там? Может, ракея? А, ну, подожди, стой, 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 стой. Оно же тут осталось, еботская душа. Зерновка пшеницы. Нам это, по-моему, не показывали. Но это еще старая, совковая. Сейчас, и вот тут... Прекрасно. Да, да. И вот тут человек. Человек, человек. Видишь, она еще живая, эта доска. Сейчас. У вас есть великий слой с трех букв. Хор? Мир. Мир. Так, отлично, отлично. Это была лаборанская, лаборанская. Тут всякие вольтметры хранились и прочая фигня. О, блин. Вот это дьявольский кабинет. А догадай, что это за кабинет? Медкабинет? Ну, не просто медкабинет, а какой Анастасия? Понять, извини. Александра, ты должна догадаться. Страх. Манипуляционная какая-нибудь. Да, это ничего, манипуляционная. Позраетесь. Это назывался, блядь, стоматолог. Стоматолог. Как порождаются мои страхи, блядь. Вот тут я, вот тут стояло кресло. Вот, вот тут стояло кресло. И я, я еще... Слезы, это слезы детей. Детей, даже не слезы, и калоотложения и прочее. Короче, нас вызывают, а я же рассказывал сегодня Анастасии, бюджета никакого нет вообще. Ну, это 90-е, не выделялись там деньги и прочее. Блядь. Их... И они сверлят. Я говорю, мне больно. Они говорят, терпи, ты же мужик. А я говорю, я не могу, мне больно. И я начал, ну как, орать. И дети до меня тоже орали. Они все в слезах, в говне, блядь, в санье выходили оттуда. И, ну, они тоже орали больно. Там каких-то садисток понабирали. И после этого у меня, блядь, кукушка поехала. Вот. И я боялся стоматологов очень долго. Вот. Короче, такие дела. Тут песок? Нет, там, скорее всего, плакаты. А, понял, понял. Смотри, давай теперь наверх поднимаемся. А, подожди, стоп, стоп, смотри, тут еще какая фигня. Вот тут двухэтажная школа. Сейчас, сейчас. Тут. Я не вижу, что там, но там, сейчас, там, там раздевалка. Вот там внизу, там раздевалка есть. Она внизу, она настолько была охуенная, там можно было ядерку пережить. Так, смотрите, аккуратно поднимаемся на второй этаж. Тут смотри под ноги. А вот, видите, дорогие друзья, зачем вот эти штуки должны? Чтобы не кататься жарко. Да, 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 да. Я постоянно тут катался, да. У нас в школе такого нет, потому что мы не катались, так говорили. Аккуратно, только не провалитесь, потому что будет пиздарики на душном шарике. Бля, так интересно. Кабинет в музыке. Сейчас. А что там, что там, она просвечена? Там есть что-то? Да, да. А, это слайды эти, как, диафильмы или, ну вот эти. Не-не-не, ничего не воровать, ничего не воровать, все положить обратно. Блин. Мы не занимаемся, вы фиксируете, я, если что, фиксирую правонарушения. Вот, короче, смотри, это диафильмы. Это химические понятия, да, диафильмы. Строение, функция головного мозга, диафильмы. Диафильмы, да, я был прав. Миш предмейт низвязки, привыче нишкельного курса биологии. Да, 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 это диафильмы. И там стоял этот, как он называется? Проектор. Проектор, проектор. И тут вот показывали, тут показывали, безусловно. Ну вот всякие научные фильмы и прочее, прочее. Вот. Просто мы любили песни, как у него еботы, извините. Трудно себя не заниматься. Ух, еботская душа. Настя, да? Да, боюсь. Да, не бойся. А, да, проверки были, да? А вот они и есть, конечно же. Естественно. Песни Эдуарда Ханка. Я знаю только, знаешь, что такое Ханка? Да. Подожди. Ну, ты просто в 90-х не жила, это... Я, кажется, это знаю. А, это была пластиночка. Ладно, я думаю. Песниный путь Дарвина. Ну, у меня такие пластинки 24-го там больше лежат. Зарители постарше знают, что такое Ханка. Ну-ну. Проделал кругосветное путешествие и снова учился. Чарльз Дарвин, 1809-й по 1000. Вот это выносите по-моему начаровать. Ну, вот я бы такое домой. Все время вытащила грамм с тобой. Что там, фильм о Дарвине? Да. Вот так. Слава Дарвину, как сказал бы Евгений Николаевич. Блин, зайдись, у нас такого уже не было. Вот, основные виды промышленного сырья, видишь? Вот. Горных пород и минералов. Крутяк. Да. Ну, я так понимаю, вот какие-то здесь что-то осталось. Только лучше аккуратно быть. Да, да. Так, все на место. На место. Даже камешек какой-то. Да, на место кладем, чтобы не получить похохотальник. И вон, да. Потому что, да. Мы хорошее дело сделали, чтобы посетить эту школу. Мы убрали, дорогие друзья, мы убирали. Мы честно заслужили право здесь тусить. Жар. Что, глянь? Новогодний экспресс. Новогодний экспресс. Ну, просто как художник-оформитель и шрифтист. Ну, приемлемо. Он нечитабельный. А, нечитабельный. Это в лучшем случае какой-нибудь пятиклассник рисовал. Или пятиклассница. Смотри, тут юный химик написано. Юный химик. Вот так. А это, по-моему, это чешский? Нет? Нет. Да, по шрифту похоже на чешский. Вот, идемте в кабинет музыки. А идемте вот сюда посмотрим. Это учительская, учительская. Тут самая новая стеночка. О, она такая сексуальная. Да, дорогие друзья, тут видно. Вот тут твои штанишки. Прям под цвет. Крабик. Вот, тут можно было из окна смотреть. Можно было и не смотреть. А тут, наверное, на 7 раз. Так, че-то. Для учителя года. Да, да, дорогие друзья. Ничего не скажешь. Нет, на самом деле, очень уютно. Ну, а что хотели? Вот такие люди и клеили обои. Ну, тут, правда, крыша течет, если что. Смотрите, дорогие друзья, все, крыша пиздарики, конечно. Это еще не все, мы это еще снимем. Это за СИЗО. Кабинет информатики. А знаешь, почему? Это СИЗО. Мы не свистнули компы, да? Компы. Ну, ты представляешь, что это за компы были? Ну, Pentium. А, Pentium. А, как там? Электроника. ЭВМ. 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 Понимаете? Мы одного возраста, но я, по-моему, моложе как-то, чем она. Электроника. 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 Вот так, дорогие друзья. А вы сейчас сидите за своим ЭВМ, как Сыч. И смотрите. Вот кабинет музыки. Музыка. Это у меня осталось. Так. Хорошая музыка. Вот тут пианинка. Короче, рассказываю, дорогие друзья, про кабинет музыки. Я был староста классом. Мне назначили, это был второй класс, по-моему. И вот тут сидела учительница, говорит, типа, Алексей Юрьевич, вы сейчас потусуете здесь, побудьте заместителем моим, а я уйду по своим делам. Я говорю, хорошо. Она говорит, только не выпускай никого. А я-то был человеком таким, знаете, ригидным. Ну, слушал всех. И мне чувак, говорит, одноклассник, говорит, я хочу ссать. А я говорю, ну, мне же сказали не выпускать никого. Он говорит, ну, я хочу ссать, я не могу, типа. Я говорю, ну, извини, подожди, пока она придет или звонка, подожди и пойди ссать. И он, короче, ой, мне так неприятно. Серега, прости меня, пожалуйста. И вот он сидел на второй парте, он пересел на первую, достал свой шланг и начал под эту парту, так сказать, испражняться. Хы, мазафака. А потом учительница пришла и говорит, что ж ты, сука, сделал, ну, на него и на меня. А говорит, а если бы он срать захотел. А я говорю, ну, вы же мне сами сказали, чтобы никого не выпускать. А она говорит, ну, да, ну, да. Вы честный ребенок. Да, я честный, я честный. Смотрите, вот аккуратно тут, потому что пизда пришла крыша, дорогие друзья. Так, кабинет английского языка. Помню, тут, ну, такая бабуля хорошая преподавала английский язык. Надеюсь, она жива, а можно уже нет. С вами, например, дети бегали, а где не очень, потому что в калидоре. Калидоре, калидоре. Калидоре, извините, пожалуйста. Пол. Естественно. Ну, не чувствуется, что мы просаживаемся. Сейчас. Да, 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 да. Вот, смотрите, дорогие друзья, тут окна выбиты. Зачем они это делали? Я не понимаю. Тут, на самом деле, очень уютно, очень лампово. И тут было максимум 9 классов. То есть люди учились до 9 класса. А тут можно посмотреть, сколько снарклураски. Ну, только не от колуповой. Прям запрещено. Аккуратно, старина, провалишься, мы потом не расхлебаем. Тебя. Видишь, смотри, там вот течет, и посмотри, видишь, вот этот... Да, уже все-все-все пиздарики. Еще. Блин, какой ужас. Конечно, как говорится, при хиконе такой хуйни не было. Сейчас, сейчас. Ну, да, видите, вот тут... Тоже, тоже все про... Нет, это уже не начальная. Нет, это... А что она такая мастенькая? А мастенькая, потому что тут она была, я же говорю, 9 классов максимум. Тут людей, на самом деле, не очень много было. Хотя... У меня первая моя школа, у меня тоже было 9 классов. Это была еще школа интернат. Ну, я не знаю, у нас... Ну, так, конечно, школа интернат не было. У нас отдельный этаж был для спалина, все остальное, пространство у нас в кабинетах побольше. Ух ты! Да, лебеди. Это значит, как у нас в кабинете у тебя у меня села, да? Это как-то открытый санковый, как бы, очень больно. Охуенно. Вот тут был, вот тут был хороший вид. Когда ты сидел, особенно осенью, когда тут, видите, деревья, они огромные, а тут они желтели, и ветер дул. А я же ветра боялся, меня мать пугала ветром. Ну, не пугала, но, короче, я ветра боялся. Мелкий был, сумасшедший. Да, я сейчас такой же. И смотрел на это, мне всегда страшно становилось. Но потом, когда перестал бояться, было круто. Давайте все-таки в опору вам туда проникнуть, только аккуратно. Ух, ёптвою горе, мать, аккуратно. Все. Нет, давай не будем заходить, просто покажу. Вот, смотрите, дорогие друзья, все заплесневело. Крыша, ну, короче, она долго не проживет. Все, мы, в принципе, тогда обошли уже все. Ну, я вернусь. Сейчас, тогда... Тогда еще у нас есть цель бомбоубежища. Если нам получится тут проникнуть, дорогие друзья. Что я вам хотел сказать, дорогие друзья? Конечно, ностальгия... Ностальгия – это просто не сказать ничего. Потому что Кикан здесь не был 20 лет, даже, наверное, чуть побольше. И школа просто развалена. Ну, тут, естественно, никого нет. Тем более, уже тут 8 лет никого нет, никто не учится. Поэтому дальше будет только хуже. При Хикане такой хуйни не было. Поэтому, дорогие друзья, ставим классы за экскурс по святым местам. Хорошего человека, прекрасного, святого, батюшки спецназовца Хикана. Допроводим. Погородице, Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою. Благословена ты, Жена. И благословен плодь шриева твоего. Я бы спаса родила, и си душ наши. Вот так, дорогие друзья, ставьте классы. Продолжаем наши евангельские хождения по святым местам Хикана. Дайте нас Богу, Данилович, пакеты. Заказывайте рекламу всегда. Не забывайте про колокольчик. Берегите себя и рассказывайте друзьям о Хикане. Вот, берегите себя. Сейчас тёмки-тёмки, лавки-лавки, покусики. Продолжаем.